Теперь, ребята, три важные столпа, то есть основные принципы объектно-ориентированного программирования. Как я говорил, впервые это было описано в «Smile Talk», то есть тогда именно история «Smile Talk», почитайте, захотите книгу, Алана Мки написана, именно он подумал, боже мой, как просто, ведь программирование надо сделать таким, чтобы оно было как в жизни, и в этом всегда есть проблема у людей, когда люди пытаются изучать язык, нечто отдельное, ребят, так ведь язык это то, что мы делаем в каждой жизни, только здесь мы это перекладываем на, объясняем компьютеру всего лишь, но это все то же самое, та же логика, например, если мы, давайте представим «Дом», ну сейчас я нарисую более красиво «Дом» уже, и давайте мы рассмотрим вот эти понятия, три столпа, да, чтобы у вас было общее понятие, и рассмотрим заблуждения именно трех вещей, чтобы у вас было от чего оттолкнуться. Это инкапсуляция, наследование, полиморфизм, как когда язык полностью реализует эти три понятия, то значит он действительно обладает полным набором инструментов для объектно-ориентированного программирования. И единственное, что в разных языках, например, в Python и Kotlin, это выражается по-разному технически, это мы изучаем в школе. Но принцип во всех языках один и тот же, и заблуждение людей, хотя забегу немножко вперед, просто когда вы будете читать инкапсуляцию, я сейчас объясню все просто, да, то на самом деле вы начнете изучать кучу мусора. Почему? Потому что пока вы не послушали меня, потому что разные языки начинают давать, это не ошибка, просто разные понятия. Кто-то вообще делает ошибку, и это моя была ошибка на раннем программе, что инкапсуляция это именно сокрытие, чтобы одна программа не могла получить другую, ну, доступ к другой. То есть здесь оно описано. В общем случае в разных языках программирования термин инкапсуляция относится к одной из обеих одновременно следующим нотациям. Механизм языка, позволяющий ограничить доступ одних компонентов программ к другим. Но, ребята, сейчас скажу важную сразу. Вот, видите, здесь даже описано. Это в частности приводит к другому распространенному заблуждению, рассматриваемому инкапсуляции неотрывно от сокрытия. И вот эту идиому сейчас мы рассмотрим подробнее. Я хочу, чтобы у вас разбилось, потому что большинство даже опытных программистов, особенно те, которые изучают только Python, и вычитав у Луца именно, что принцип инкапсуляция это сокрытие метода одного от другого. Простым языком, дайте я нарисую и сейчас все это объясню. Но это Луца объяснял, опять это не ошибка в контексте. Ладно, немножко терпения. Пока закончу.